Библейский портал экзегет.ру представляет Подходим к кончанию книги «Исход». На прошлом занятии мы рассматривали 36 главу, где рассказывается о подробном устроении Скинии, ту, которую Господь показал Моисею по образу небесной, которую он устраивал на земле, избрав специальных для этого служителей, специальных работников по, как сказано, изваление их сердцев, взирая на их сердце и на их намерение для этого непростого дела. Итак, 37 глава, 36 глава оканчивается тем, что говорится о необходимости в 32 стихе повесить на черёх столбах сетим, обложенные золотом. Дальше говорится о том, что необходимо, чтобы было отделено святилище, было отделено святой святых от святого, то есть от центрального храма. Это прообраз сегодняшнего современного иконостаса, который мы видим в храме, а святая святых – это алтарь. И в то время святая святых от святого было отделено тоже завесой. И по этому поводу пишет, например, Тертулиан и подтверждает его слова и Климит Александрийский. Что означало эта завеса? «Ибо все, кто помазан веществом святого помазания, сделали священниками, как и Пётр говорит ко всей церкви, но вы род избранный, царственное священство, народ святый. Итак, вы царственное священство, и потому приступаете к святыне». Ну, если, наверное, более попространнее, чтобы эта цитата звучит так. «Если тебе понятны древние обычаи и жертвоприношения, давай посмотрим, что в этом содержится по мистическому разумению. Ты слышал, что было два здания. Одно как бы видимое, открытое для священников, а другое, условно, но бы невидимое, неприступное, за исключением одного первосвященника. Все остальные находились снаружи». То есть, говорится, о святом. Первое это здание, как я думаю, может быть истолковано так, что это церковь, в которой находимся мы ныне, будучи во плоти, в которой священники служат у алтаря всесожжения. «Возжегший тот огонь, о котором сказал Иисус, огонь пришел я неизвести на землю, как желал бы, чтобы он уже возгорелся». Евангелие от Луки, 12, 49. «И не хочу, чтобы ты удивлялся тому, что это здание открыто только священникам, ибо все мы, кто помазан веществом святого помазания, говорится, миропомазание, сделаны священниками, как и Петр говорит, ко всей церкви, но вы род избранный, царственное священство, народ святые, люди взятые в удел. Итак, вы царственное священство, и потому приступаете к святыне». Конец цитаты. Мы видим, что здесь, Климент Александрийский, свидетель, видит прообраз небесной церкви и земной церкви, говоря о том, что церковь земная, здесь на земле, и теперь мы можем приступать к святыне, и говорит о царственном священстве. Вы люди, как говорится, апостол Петра, 1 Петра 2, 9, но вы род избранный, царственное священство, народ святый. Некоторые люди, когда читают эти стихи, они впадают, в общем-то, в заблуждение, говоря о всеобщем священстве. Вот, например, протестанты говорят о том, что, ну, теперь мы все священники. Но мы видим, что это не совсем так. Когда сказано, что народ святые, люди взятые в удел, это снова и снова повторю, говорится о том, что мы имеем право и имеем доступ приступать ко Христу, и теперь мы тоже, не только священники, как видели в Ветхом Завете, были помазаны святым елеем, а каждый, который крестится, он помазуется святым миром. Более того, в Ветхом Завете мы видим, что когда некоторые, например, восстания Кореевых написываются в книге чисел, 16 глава, когда они подошли к корону и сказали, ну что вы, что ли, только священники, мы тоже народ избранный, и тоже, в общем-то, царственное священство, и тоже люди, взятые в удел, то мы помним, чем это все закончилось. Закончилось все плачевно, сказано, разверглась земля и поглотила их. Поэтому в Церкви всегда есть четкое понимание, как в Ветхозаветной, так и в Новозаветной, понимание иерархии, понимание священства, есть клир, есть мир. И здесь, и в Новом Завете, и в Ветхом, вот в Новом Завете мы помним, что Господь избирает апостолов. И сказано в Священном Писании, и вы меня избрал, но я вас избрал. И поэтому в Церкви мы имеем эту преемственность. А священники-то ничто иное, как наследие Христа в Церкви Божьем. Как изговорится в Евангелии от Ана, как-то я уже об этом упоминал, во второй главе, когда Христос сотворил многие чудеса, сказано, многие уверовали в Него, но Христос не вверял себя им. Мы видим, что недостаточно просто уверовать во Христа, просто веровать в Него, и ты уже спасен, и им избраны. Нет, сказано, что многие веровали во Христа, но Христос не вверял себя им. Поэтому, действительно, как здесь и говорится, что, хоть и говорится о том, что вы род избранный, царственный, священственный, народ взятый в его дел, но будем помнить, о какой степени священство говорится здесь, что мы теперь тоже принадлежим к Царству Божьему, и у нас есть это миропомазание, та благодать Святого Духа, не благодать священства, а благодать мирян, которая приобщает нас к Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу через святые таинства. И мы продолжаем далее чтение 37 главы. Здесь снова подробно рассказывается то, о чем мы с вами говорили, когда мы видели, как Господь открывал Моисея, скинюю небесную. Говорится о кольцах и шестах, которые были там, и снова-снова повторю, что отцы церкви не хотели видеть никаких мелочей в Священном Писании и во всем этом видели особые прообразы. Вот, например, Григорий Великий, двоислов святой, снова об этом это толкует следующим образом. Что значит кольца и шестые церкви, церкви новозаветной? Цитата. Что означает ковчег, как не святую церковь? К нему велено присоединить четырех углов четыре золотых кольца, потому что церковь распространяется на четыре стороны света. А также без сомнения преобразуется, что она будет окружена четырьмя книгами Святого Евангелия. Поэтому там было четыре шеста. Шесты делаются из дерева сетим. Помним с вами, почему из дерева сетим. Дерево сетим это, в общем-то, акация, но она, когда растет в более южных странах, то она становится более твердой такой породой, нежели у нас в средней полосе, хотя тоже достаточно порода твердая, и считается, что она долго не поддается гниению. Из дерева сетим для ношения вставляются в те же кольца, потому что следует искать, смотрите, как он переводит, что это означает, следует искать учителей крепких и надежных, как не гниющее дерево, которые, будучи всегда преданной изучении святых свитков, провозгласят единство святой церкви и словно шесты, вставленные в кольца, понесут ковчег. И выношение ковчега на шестах означает, что добрые учителя, проповедуя, будут изъяснять святую церковь косным умам неверных, а то, что велено обложить их золотом означает, что, звуча словом для других, сами они будут светить сиянием своей жизни. Действительно, здесь говорится о необходимости и о цели избранности людей и апостолов и о приходе самого Господа Иисуса Христа на эту землю. То есть, свидетельство людям о том, что Христос умер в воскресе, свидетельство о том, что смерти нет, свидетельство о благой вести. И видите, как об этом говорит святитель Григорий Великий. Он говорит о том, что и сами они будут светить сиянием своей жизни. Действительно, мало кто из нас может похвастаться сиянием, что мы светим сиянием своей жизни. Еще научить мы научим, а вот жизнь наша не совсем соответствует тем заповедям и тому, к чему нас призывает Господь Иисус Христос, будьте совершенны, как Отец Ваш Небесный. Или, в других словах он говорит, что у вас должны быть те же чувства, не что вы Иисусе Христе. Конечно, мы к этому стремимся, но похвастаться такой жизнью мы навряд ли сможем. У кого же нам научиться такой жизни? У отцов церкви, у отцов и учителей церкви. Поэтому, когда мы с вами изучаем Священное Писание, когда в той или иной жизни ситуации мы думаем, что нам делать, нам необходимо обратиться именно к ним, которые сияли своей жизнью, которые истолковали те тексты Священного Писания и читали их не просто как учитель и ученик или просто теоретически или умозрительно или соображая как-то философски, а исполняли заповеди своей жизни и опытом жизни. В этом смысле снова-снова повторю, поэтому за истолкованием мы всегда обращаемся согласно 19 правилу Трульского собора невозможно истолковывать книги Священного Писания, иначе, как его истолковывали святители и учителя церкви, мы всегда обращаемся именно к ним, дабы не впасть нам в какое-либо заблуждение. И изучая Слово Божие, то есть, в общем-то, занимаясь таким добрым делом, не оказаться бы в западни заблуждения. Итак, мы далее видим, что здесь снова говорится, что и сделал, веселил ковчег из дерева сетим, как мы прочитали, опять говорится об этом муже, умудренном особо. Далее говорится опять о двух херувимов, о которых мы с вами читали, что они указывают на два завета. Тот же Григорий Двоеслов так и пишет, цитата, «Поэтому и два херувима, которые покрывают крышку, смотрят друг на друга, повернув в лицах крышки, ибо херувимы означают полноту познания. И что означает два херувима, как не два завета? И что означает крышка, как невоплощенного Господа, о котором говорит Иоанн, то есть, имеется в виду Евангелистан, он есть по милостивлению за грехи наши». Конец цитаты. То есть, мы видим такой прообраз, что крышка завета и сам ковчег это образ Господа и Спасителя Иисуса Христа. Два херувима это Ветхий и Новый Завет. И когда два херувима обращены своими лицами на крышку ковчега и на сам ковчег, это говорит о том, что и Ветхий Завет, и Новый Завет указывали на искупление Господа Иисуса Христа, Господом Иисусом Христом рода человеческого по причине отпадения первых людей, как мы помним, от Бога, когда они проявили непослушание и хотели научиться чему-то помимо Бога, то произошла такая катастрофа в истории человечества на заре возникновения человека, на заре его сотворения его Богом. И в этом смысле здесь так и указывается, что два Херувима и два Завета Ветхий и Новый это те Заветы, которые указывали на спасительную жертву Иисуса Христа, а то пророчество, которое прозвучало сразу же, как только отпали люди. Если мы с вами помним книгу Бытия, 3 глава, 15 стих, там сказано и вражду положу между мною тобою, между женой, между семенем твоим, семенем ее, но будет поражать тебя в голову, ты будешь жалить ее в пету. То есть здесь целый пролог о спасении рода христианского содержится в этом первом в общем-то благовестии после только того, как человек вот-вот только отпал от Бога. Говорится и о непорочном зачатии, говорится, что и будет поражен дьявол в голову, говорится о том, что будет жалить в пету, много прообразов, в том числе и то, что преклонность к греху у человека тем не менее останется до второго пришествия Христа, когда Господь придет и сокрушит голову дьявола уже окончательно и будет установлено Богом царствие Божие, люди взятые будут с ним на облаках и те, которые, как говорится у апостола Павла, что не хочу оставить вас братьям неведения об усопших, одни воскреснут, а другие изменятся, те люди, которые доживут до этого дня, те, которые не дожили, они воскреснут, им будут даны преображенные человеческие тела, а те, которые доживут, это будет удивительная какая-то картина, даже трудно себе представить, как будут обновляться тела, это физическая оболочка человеческая, эти кожаные ризы будут спадать и будет дано человеку преображенное естество по образу Христову. Удивительные, конечно, когда о всем этом думаешь и видишь все эти прообразы, как и в Ветхом Завете, как они воплотятся в новом, и как они воплотятся в жизни будущего века, то иногда, когда я читаю книги Священного Писания, наверное, может и вы, нам кажется, что о чем сегодня снимают фильмы, то думается, если бы об этом сняли, такой полный сюжет, такая действительно картина, которая раскрывается как в жизни этого века со строк Священного Писания, так и в будущем. Думаю, что если бы действительно за основу сюжетов каких фильмов, которые мы видим сегодня, брались бы библейские сюжеты жизни этого века и будущего, они были бы намного красивее и удивительнее, чем то безобразие, которое порой показывается сегодня. Но, тем не менее, для нас важно с вами вникать в Священное Писание, для нас важно с вами исследовать Писание, потому что мы надеемся и уповаем на Бога, потому что в текстах Священного Писания и из чтения Священного Писания, изучения, мы верим, то, что Господь нам обещал, это исполнится, а Он говорит нам такие слова «Исследуйте Писание, ибо через них думайте иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне».